Арена Пустела, но поверьте, это ненадолго. Ярославский локомотив отправился на свой первый зарубежный сбор в этом межсезонье. Об отъезде команды Тома Роу в Швейцарию и не только. В очередном выпуске клубных новостей от ЛОКО ТВ. Всем доброго времени суток, уважаемые поклонники хоккея, болельщики локомотива. В эфир официального сайта клуба железнодорожников выходит очередной выпуск видео новостей. Меня зовут Александр Саханов и в ближайшие несколько минут мы с вами поговорим о том, что же происходило внутри ярославской команды за прошедшие 7 дней. Ну и прежде чем начать знакомить вас с темами нашего сегодняшнего выпуска, принесу небольшие извинения. Дело в том, что в минувшем выпуске мы анонсировали вам представление нового автобуса, рассказ о мемориале погибшей команде локомотива. Но вот данные темы мы перенесем все-таки еще на неделю вперед. Дело в том, что прошедшие 7 дней были весьма насыщенными и прямо сейчас о том, что было здесь в арене и за ее пределами. Ну а началось все, собственно говоря, с открытой тренировки. Во вторник здесь под сводами Арен-2000 ярославская команда встречала достаточно внушительную делегацию журналистов, представителей региональных и федеральных средств массовой информации. Интерес данное мероприятие вызвало действительно достаточно большой. Порядка 30 наших коллег, наверное, присутствовали в течение полутора часов на занятии подопечных Тома Роу. Занятие это было не каким-то особенным, обычная рядовая тренировка, но зато журналисты, наши коллеги, повторюсь, и вы благодаря им смогли увидеть всех новичков ярославского локомотива, что называется, уже в деле, в боевом состоянии. На льду команда занималась едва ли не впервые, именно вот под прицелами фото и видеокамер. Что сказать? Команда подбирается, на самом деле, весьма обновленная, молодая. Об этом, кстати, Том Роу заявил на небольшом брифинге для журналистов сразу по окончании тренировки. Ну и что отметили, наверное, все присутствующие на этом мероприятии, то, что атмосфера в команде весьма и весьма положительная. Ребята постоянно друг с другом общаются, шутят. Ну и в целом занятие проходило достаточно интенсивно, но при этом оставило самые положительные эмоции. Как я уже сказал, после окончания тренировки в импровизированном пресс-центре Арен-2000 состоялась встреча всего тренерского состава локомотива с журналистами. На вопросы отвечал, по сути, один Том Роу, и вот, в частности, предлагаем вам выдержки из его комментариев. В этом сезоне в нашей команде много новых лиц. Конкуренция будет действительно серьезной. Все хоккеисты должны будут бороться за игровое время на льду. В связи с этим, повторюсь, новые лица из тех, кого болельщики еще не видели, в составе наверняка появятся. Физическая готовность игроков существенно улучшилась. Например, Абальков, Яковлев, Трунев сейчас находятся в лучшей форме, чем это было в прошлом сезоне. Сборы в Америке оказались очень полезными. Время и деньги были потрачены не зря. Естественно, журналисты не могли обойти стороной и тему селекции. В частности, журналистов интересовал вопрос о том, насколько приглашение тех или иных игроков было согласовано с главным тренером команды. Мы общались с Дмитрием Юшкевичем и Николаем Борщевским. Также мы постоянно были на связи с Юрием Николаевичем Яковлевым. Обсуждали возможные изменения в составе. Сегодня вы были свидетелями нашей тренировки, на которой мы попросили игроков показать себя с точки зрения хорошей физической готовности. На это будет делаться упор и в сезоне. Это то, что мы обсуждали с тренерским штабом и руководством клуба. Нам нужны были хоккеисты, которые способны состязаться каждый день, будь то игра или тренировка. На открытом занятии все смогли увидеть небольшой фрагмент того, как мы предполагаем работать по ходу сезона. Ну а теперь переходим непосредственно ко дню сегодняшнему. Что называется, этот выпуск для вас мы записываем ранним утром в воскресенье. И приехать сюда в Арену 2000 нас заставило неординарное, так скажем, событие. Дело в том, что в 7 часов утра по ярославскому, по московскому времени, ярославцы упаковали чемоданы и отправились в Швейцарию. Напомню, что в городе Лёйкербат, где локомотив базируется уже несколько лет подряд, состоится первый иностранный сбор команды в этом сезоне. Второй будет, как вы понимаете, на турнире в Риге. Команда, в отличие от прошлого сезона, несколько изменила план своего пребывания в Альпах. И на сей раз там проведет полноценные две недели, а не 12 дней, как это было в минувшем сезоне, в минувшем году. На сбор отправились практически все новички команды, а отмечу только то, что нет. В составе вратаря Юрия Ключникова и защитника Николая Лукьянчикова. Оба были на просмотре, но вот с командой в Швейцарию не поехали. Буквально за несколько дней до отъезда в Швейцарию несколько изменился план предсезонных матчей, которые наша команда проведет против клубов Швейцарии. Итак, отменен матч против Амбри Пиотты, но зато ярославцы сыграют с вице-чемпионом Национальной Лиги А командой Гаттерон из города Фрибур. Эта игра и станет дебютной для нынешнего состава железнодорожников. Делегация у ярославцев достаточно большая, будет нам о чем с вами поговорить, о чем рассказать. И в текстовой версии читайте новости на сайте Локомотива, но и в видеоформате. Постараемся вас знакомить с тем, что происходит в Швейцарии. Ну и теперь небольшой отчет о нашей, собственно говоря, работе за эту неделю, о работе съемочной группы ЛОКО ТВ. Как обычно, для вас мы подготовили интервью с одним из новичков ярославской команды этого лета. На сей раз пообщались с Сергеем Перетягином. Честно говоря, довелось мне прочитать на страницах гостевой книги и на иных сторонних ресурсах некоторые сомнения болельщиков по поводу приглашения этого достаточно опытного российского защитника. Однако, вот познакомившись с Сергеем Перетягином поближе, посмотрев за тем, как он работает на тренировках, как контактирует с тренерским штабом и со своими новыми партнерами, по команде сомнений в правильности, наверное, приглашения этого игрока практически не осталось. Действительно, Сергей очень положительный человек, который может создать атмосферу как на льду, так и в раздевалке, ну и, соответственно, своими надежными действиями значительно помочь непосредственно в оборонительных действиях нового локомотива. Очень рад находиться здесь. Ну, я был не год на Украине, а всего три с половиной месяца. То есть, не успел, не знаю, наверное, прочувствовать все равно колориты этого всего. Но неважно, все равно, как бы, КХЛ, лига одна. А здесь у меня просто плюс еще то, что мне близко и до дома, до моей родины, где я родился, и в Санкт-Петербург, где я живу. То есть, тоже, как бы, свои плюсы. Сергей, вы за свою карьеру сменили достаточно клубов, поиграли на востоке, на западе. Где для вас, может быть, интереснее играть, где сложнее играть? Как-то это влияет на выбор вашей команды, в частности, вот, локомотива? Потому что играли и за Амур, потом были в Донбассе и так далее. Ну, на западе, конечно, легче. Потому что это перелеты, в первую очередь, минимальное расстояние, по большому счету. Вот. Ну, когда Ярославль мне предложил контракт, я, по большому счету, не раздумывал. Вот. Ну, Хабаровск, это отдельный этап в моей жизни. Хорошо, что уже пройденный, в принципе. Да, и, как бы, у меня не было цели никогда играть там, в принципе. Ну, что получилось, то получилась. Такая работа, да. И, как бы, я считаю, что отработал добросовестно. Если заглядывать в будущий сезон, появилась еще одна команда с Дальнего Востока, предстоит туда слетать. Появилась команда из Хорватии. С какими ожиданиями вот этот чемпионат ждете? Год олимпийский, да, опять же, будет большая пауза. Как-то это накладывает какой-то свой отпечаток на подготовку? Общие ожидания. Ну, ожидания всегда самые оптимистические. Не важно, в какой команде играешь. То есть, цель всегда одна. Это максимально помочь команде, конечно. Самому. Каждый год все равно доказываешь и себе тоже. Там, не важно, какой там возраст, не возраст. Все равно не имеет значения, что ты умеешь, что ты можешь, ну, там, дарить радость какую-никакую там близким друзьям, болельщикам. Переходим к следующей теме. И тут я не могу вас не поздравить, что называется, уже с полноценным открытием сезона. Дело в том, что в конце уходящей недели, наконец-то, открылась игровая программа межсезонья для ярославских команд. В бой вступили две молодежки «Локомотива». Начнем с поединков в Москве, где против Красной Армии состязалась команда Петра Ильича Воробьева, команда МХЛА «Лока». И, надо сказать, железнодорожники проявили себя во всей красе, одержав две убедительные победы со счетом 7-2 и 5-2. Впрочем, обольщаться, наверное, вот этими крупными счетами сильно не стоит. Дело в том, что сейчас под началом знаменитого тренера находятся весьма опытные по меркам МХЛ игроки. И пусть не со всеми ими Воробьев работал раньше, не всех привлекал к тренировкам высшей хоккейной лиги, не всех знал, наверное, работая еще два сезона назад в МХЛ. Тем не менее, видно, что костяк у команды сохранился, костяк имеется. И, дай бог, что называется, чтобы наши ребята и в дальнейшем также уверенно выступали. Что касается непосредственно результатов, то выделим, наверное, Павла Красковского, который в первой встрече сделал дубль. А также нападающего Илью Скворцова, который отметился несколькими голевыми передачами. Ну, а во второй игре, которая состоялась в субботу утром, шайбами отметились Владислав Гавриков, Иван Петраков, Александр Макшанцев, Евгений Гуреев и Алексей Шубин. Вообще, связка Шубин-Шамин еще до недавнего времени тренировалась под руководством Тома Роу, но сейчас командирована в МХЛ-А. Ну и, наконец, команда МХЛ-Б, Лока Юниор, также сыграла свой премьерный матч. Причем премьерный во всех смыслах этого слова, не только в этом межсезонье, но и вообще в истории. Накануне вечером, в субботу, подопечные Андрея Капранова одержали убедительную победу в Твери над Тверичьими со счетом 7-2. Здесь по шайбе забросили Денисенко, Романов и Горшков, по дублю на свой счет записали Ильенко и Корчеха. Что касается дальнейших планов обеих наших команд, то 2 и 3 августа те и другие сыграют очередные товарищеские матчи. Лока Юниор отправится в Дмитров, где против местных хоккеистов будет состязаться. Ну а Лока Петра Ильича Воробьева сыграет в Ярославле против Нижегородской Чайки. О том, как будет производиться доступ зрителей на эти матчи, мы обязательно сообщим на официальном сайте Локомотива. Ну и еще одно событие, которое, безусловно, не могло остаться без нашего внимания на этой неделе. Во Дворце Спорта Торпеда в течение трех дней прошел тренировочный лагерь известного российского вратаря Ильи Брызгалова. Под началом обладателя Кубка Стэнли в составе Анахайма работали 12 ярославских вратарей. Сами занятия вы в нашем видеоотчете не увидите. Здесь специфическая подготовка молодых вратарей. Но вот предшествовала им пресс-конференция с участием самого Брызгалова и оказалась она весьма занимательной. Все знают остроумие и острословие. Брыза, так называют этого голкипера, непосредственно в хоккейной среде, болельщики и сами игроки. Так вот, Илья на сей раз поразил всех тем, что, во-первых, снова признался о своей любви и тяге к космосу. Ну и сказал о том, что видел он фильм «Легенда номер 17», вышедший в кинопрокат этим летом. И сказал, что весьма доволен его сценарием, реализацией. И пошутил тем, что, в принципе, в достоверность событий, отображенных в ленте, он верит. И так пошутил с журналистами, отметив, что да, играл я, мол, с Владиславом Третьяком, когда тот был еще молодым. И вот верю, верю, помню, что были такие события. Конечно, данное мероприятие больше всего, конечно, полезно самим молодым ребятам, вратарям, будущим Ярославского локомотива. Приятно, когда у них есть возможность пообщаться с кумиром. Ну а мы ждем Брызгалова, возможно, через пару-тройку лет здесь же, в Ярославле, с таким же лагерем, вратареем, должны постоянно совершенствоваться. В этом никто не сомневается. Ну и на этом очередной выпуск клубных новостей постепенно подходит, подошел уже к концу. Для вас, как обычно, работала дружная творческая бригада в составе Александра Саханова, Дмитрия Артемова и Олега Куликова. Мы с вами увидимся уже на следующей неделе и будем говорить о том, что происходит в самом Ярославском клубе и то, что окружает ярославский хоккей. Всем спасибо за внимание и до встречи совсем скоро.